Когда у вас соперник хочет вас контратаковать, вы делаете удар ногой и сразу же продолжаете удар после этого с рукой. Ломаете стойку, так сказать, продолжаете. Аперкот, сайт, кик, хук, подсечки. Научиться приемам ведения боя у чемпиона мира удается не каждому. Копейским мальчишкам повезло. 11 ноября тренировку для юных спортсменов провел Виктор Михайлов, победитель чемпионата мира по кикбоксингу. На челночке двигаемся. Хорошо. Взяли в кулачок, крутим, опять же, поднимаем. Визит чемпиона в наш город не случайен. Виктор Михайлов – наш земля. Спортивную карьеру начинал в Копейске. Первым тренером был Данил Жуков, сейчас председатель Копейской федерации кикбоксинга. Цель мастер-класса – это популяризация, вливание в массы этого вида спорта и желание развить у ребенка вот эту вот Витину особенность – дойти в своем результате до конца. Не бросить, не поддаться сложностям, лене, каким-то соблазнам, а именно продвигаться в спорте до самого конца, до финального итога, так сказать, до вершины. Он сделал невозможную. Мальчишка из обычного города и чуть ли не из деревни добился до звания заслуженного мастер-порта. У нас в городе Копейске заслуживает мастер-спорта, я не знаю, лет 10 назад, наверное, кто-то выполнял. Участникам мастер-класса от 6 до 8 лет. Для них слышать рассказы о чемпионах – одно. А вот увидеть их воочию, потренироваться вместе – это уверенный шаг на пути будущих спортивных достижений. Хотел бы научиться, как он вот этот удар со спины бьет в К1. Большие? Да. Наверное, на бой хотел. Торнадо хорошо делать. Научиться. Научиться, да? Это большой толчок, это большая мотивация. То, что Витя тоже, когда начинал, он тоже так же начал с нуля. И не всегда все сразу получается. Он просто боролся, боролся. Он хотел. И он добился. И что? Он пришел с этим моментом, что каждый может. Надо просто стараться, хотеть, стараться идти к этому. Кроме тренировки, юным спортсменам удалось и пообщаться с чемпионом. Вопросы простые, но каждый важен для ребенка. Ведь он получает ответ, как преодолеть свои страхи, как настроиться на бой, сколько нужно тренироваться, чтобы победить. Какой у вас первый пояс? Первый пояс на чемпионате России, о котором я сегодня рассказывал в 2014 году. Когда я был совершенно никому неизвестен, тогда пояс я получил чемпионом России. Семь лет назад. Такие вопросы интересные. Такие даже, не сказать, что детские вопросы. Более глубокие реально. И было интересно с ними поговорить, направить. Слушали очень внимательно, молодцы, мне понравилось. И я думаю, это не последняя встреча. После двухчасового общения Виктор Михайлов пообещал, что вскоре поработает с ребятами и в спарринг-боях, а также устроил чемпионскую автограф-сессию.